Итак, мы подклеили наши литоны к срединкам листьев и теперь нам таким же образом надо их подклеить на нашу подкладочную ткань. Мы опять же смазываем стекло клеем, промакиваем наши листики и аккуратно, вот в данном случае под углом 45 градусов, то есть по диагонали, по косой вот так вот накладываем наши листики. Вот таким образом мы приклеиваем полностью все листья к подкладочной ткани. Итак, после того, как все наши лепестки подсохли, они примерно выглядят вот так. У меня ткань гофрированная, крепированная, не гофрированная, а крепированная. Ну вот вы видите, что она даже, вот на ощупь видно, что она не прямая ткань, а, видите, такая вот немножко ребристая, да? Вот она очень хорошо поддается обработке. В том плане, что даже можно вручную ее, вот смотрите, видите, чуть-чуть и она уже все, видите, делалась складочками. То есть вот если вы используете, допустим, креп дышин, креп облаз, креп, в общем, вот эти крепированные все ткани, они хорошо поддаются вот именно холодной обработке. И поэтому наши три лепестки можно, например, делать с помощью холодной гофрировки. То есть вы смотрите, например, вы имеете вот этот вот большой такой листик, вот где по центру небольшая, вот как сердечко. Его складывают пополам, берут какой-нибудь кусочек ткани по косой. В данном случае я взяла обычную марлечку, можно взять платочек, можно взять квадрат, допустим, какой-нибудь шифоновой ткани. Вот кладем. Смотрите, кладем так, чтобы вот основание было слева, верх лепестка справа накрываем в верхней части. И вот там, где вверх лепестка, подставляем правую руку. Вот так прям нажимаем сильно-сильно. И левой рукой берем за конец нашей марлечки. И вот с силой прям одной стороной давим, а другой стороной с силой вот так вот вытаскиваем нашу ткань. Что у нас получилось? То есть у нас листик вот получился, видите, вот такой гофрированный. Вот видите, складочки. Все, мы его пока немножко вот так расправляем. И откладываем. Вот, он у меня такой получился. Все. Вот так мы обрабатываем все наши лепесточки. Вот. Видите? Теперь я вам покажу, как это выглядит вот у меня уже. Здесь в готовом виде. Я уже тут сделала очень много. А сейчас я вам покажу, как это все делалось. А, значит, вот у нас самые большие. Вот чуть поменьше. Вот еще один размер. Вот четвертый вид лепестков. Вот. Следующие вот маленькие лепестки. Я вам сейчас покажу, как я их собирала. Я их собирала еще в серединке с тычинками. Вот так вот. То есть я готовила их к сборке. Каким образом это делается? Берется тычинка, складывается пополам. Вот она. Обычная тычинка. Сейчас я вам покажу. Тычинка. Складываем ее пополам. Вот. Можно даже не совсем пополам. Можно чуть один хвостик побольше, повыше, другой пониже. В принципе, все равно. Вот. Берем наш лепесток. Тычинку смазываем клеем. Основание тычинки смазываем клеем. Подкладываем под наш лепесток, где-то отступая 5 миллиметров, от основания, вот так. Вот здесь вот сгибаем его. Прям вот так даже в руках можно прокрутить. Вот эти наши тычиночки немножко. Вот так вытащить. Можно их даже вот так расправить. Все. И в принципе, вот видите, у нас деталька уже готова. Вот они у меня такие, как выглядят. Теперь, что касается вот этих вот пушистиков. Видите, они какие получились. Вот. Они такие согнутые. И опять же они, видите, внутри с тычинками. Таким же образом мы их делаем. То есть берем тычинку, складываем двое. Смазываем мы ее клеем. Отступаем где-то миллиметров. Можно. В этом данном случае здесь вот миллиметров 7-8. И вот у основания вот так вот склеиваем и скручиваем. Хотите показать тычинки, их можно вот немножко так вот выставить. Все. Вот. У нас готовый лепесток. Вот они у нас такие получились. Теперь, что касается что касается срединки. Срединку мы делаем из... Вот я вам показываю. Используем вот такую детальку. Я ее даже вообще не обрабатывала. Вот она у меня какой сухой. Вот такая. А так она у меня и осталась. для серединки. Срединки пиона она состоит как бы из трех частей. Вот сейчас покажу как вот две части я собрала. Сейчас еще одну часть покажу. То есть на литон мы заматываем вату вот до такой вот длинненькой формы, да. Вот. Не круг мы делаем, а вот такой вот. Теперь мы смазываем нашу деталь для серединки клеем. Подкладываем вот таким образом. Вот по центру и чтобы ближе вот сюда вот к основанию. И аккуратненько вот так закручиваем. вот к основанию. И потом вот этот кончик мы его вот так прокручиваем как бы делая конфетку. Вот видите? Теперь вот там где у нас кончик боковая часть нашей детали мы ее немножко проклеиваем. Подкладываем к остальным двум. Вот так соединяем ребрышками. И у основания вот так склаз. И вот здесь немножко их все вместе три скручиваем. И таким образом они у нас не просто скрутились, они у нас еще и склеились. Вот так получилось. Такая срединка. Здесь можно ее немножко распушить. И вот так она у нас выглядит. Вот. Ее можно не закручивать просто три вместе вот так вот соединить и все. В данном случае здесь не играет никакого значения, потому что в принципе ее особо видно не будет. Будет видно и верхушечку, а вот этот вот низ мы как-то особо к нему не придираемся. Теперь для бутончика мы делаем каким образом? Таким же образом вот в одну срединку. Такую круглую. И литончик наш обматываем шелковой ленточкой. Вот так можно сначала можно в принципе тейп лентой обмотать либо гофробумагой у кого что есть. Но очень конечно в идеале это шелковая лента. Все. Теперь что касается вот этих деталей под бутон. Видите я в них в серединке сделала дырочку и маленькой булочкой прошлись вот по краям наших трех лестников. Прямо по центру маленькой булочкой проходим. Либо вручную. Я вот это сделала вручную. То есть рукой вот так вот брала. Там просто очень податливая ткань она сама прям вот берешь ее и она сама поддается. То есть здесь мы будем в принципе делать вот он будет практически закрыт и нам особой гофрировки здесь не потребуется. Теперь переходим к небольшой дальнейшей обработке наших лепестков. Мы будем работать большой булькой и будем обрабатывать большие лепестки. Но для этого нам немножечко потребуется взять их кончики вот так слегка мокрым полотенчиком можно увлажнить буквально чуть-чуть. сейчас я это делаю на примере больших лепестков буквально чуть-чуть потому что мы загофрировали в основном внешнюю часть верхнюю часть а нижнюю пока не трогали. Теперь берем бульку большую и большой булькой немножко проходим здесь вот основание и немного по краям вот наша задача чтобы лепесточек наш приобрел форму форму чашечки вот такой вот формы кончики загофрированные не трогаем вот и вот такой у меня лепесток получился видите вот так же обрабатываем мы все остальные лепестки большие да то есть сначала основания и потом помаленечко проходим немножко расправляем лепесток кончики оставляем краешки оставляем загофрированными вот второй лепесток сейчас я вам покажу лепесток теперь вот чуть поменьше сильно не давим на боку и стараемся не трогать верхушку в верхней части по центру сюда чуть повыше пройтись можно вот так все что касается вот лепестков ну вот еще третьи лепестки можно таким же образом немножко подправить и все остальные уже мы больше булька обрабатывать не будем они наоборот нам нужны сильно загофрированные вот и все так обрабатываются у нас лепестки для цветка и самого пиона лепестки либо лепестки лепестки они в